Всем бокс, братва, с вами Рома Михайлов и это моя короткая реплика по бою Бивол Рамирес. Если вы его все еще не смотрели, то вы его можете с легкостью посмотреть, перейдя по ссылке ниже в телеграм-канал Всембокс. Ну а кто его все-таки уже посмотрел, давайте о нем поговорим и в комментариях потом пишите обязательно, что вы о нем думаете, потому что ваше мнение, я думаю, может быть, конечно, не согласно с моим. Во-первых, уже с утра меня поражает огромное количество халифалебных комментариев на английском, русском, на испанском языке, в различных соцсетях все просто пишут дифирамбы Дмитрию, пишут какой он молодец, какой он супер чемпион, какой он великолепный, какой он прелестный, какой он просто неповторимый. Но, насколько много этих комментариев, настолько много и появилось болельщиков у Димы после боя с Альваресом. Но, думаю, те люди, которые знают Диму давно, 10, 15, 20 лет назад отнеслись к этой победе как к должному, потому что знают, что Дима способен на многое-многое большее. Нежели чем победить Рамиреса, которого он еще несколько лет назад избивал в спаррингах, который уже это помнил и видно, что просто потерял всякую надежду и всякую улыбку, которая была у него до этого боя, начиная с первого раунда. Хотя, действительно, у Рамиреса местами получалось. Попадал он джеб, попадал он прямой, попадал он в корпус, но все, что он попадал, Дима ему отдавал не просто в тройне, наверное, а в десятерне. И, если бы он не попадал вообще, то, мне кажется, Дима бы только меньше работал. То есть, на самом деле, это было ему не на руку, потому что Дима в этом бою работал вторым номером, работал в подхват, либо сам вызывал, накидывал по воздуху, накидывал по перчаткам, проваливал, добавлял многоударную комбинацию. Либо работал джеб, работал двойку, проваливал, добавлял. Либо гнал, работал двойку, повторную, повторную атаку. Что интересно, и на ближней дистанции, когда Рамирес, кстати, вы обметьте внимание, как подметили еще американские комментаторы перед этим боем, что Бивол больше был Канело, а теперь Рамирес больше Бивола. Рамирес, который, кстати, обещал отомстить за Канело. Но, мне кажется, он это, ну, мне он конкретно отомстил, потому что тот бой, который я посмотрел, ну, действительно, ну, вы уж извините меня, удовольствие мне никакого совершенно не принес, потому что не то, что биг драма шоу, а даже каких-то таких вот эмоциональных событий там особо не было. Ну, просто Дима в одну калитку избил его, просто в одну калитку избиения. Только он пытался что-то делать, сразу его подхватывали, перехватывали, избивали на дальний, избивали на средний, избивали на ближний, как угодно его избивали. И даже в 12-м раунде в конце встал Дима и подрался. То есть, этот бой мог быть бы лучше, мог быть бы интереснее, если бы там был не Рамирес. Ну, а кто, если не Рамирес, потому что Рамирес и так очень высоко в рейтинге. А кто, мы знаем, только один человек есть, который может провести достойный бой с Димой. Это мягко говоря, да, так скажем. Только один человек, против которого уже не прокатит стоять, держать глухую защиту, как Дима делал в этом бою. Действительно, великолепно. Дима был очень собран в стойке, прекрасно работал блоком, то есть, ну, не мог его Рамирес, где-то что-то попадало, но это ничто. Это ничто, а ничто попадал Дима, когда включал многоударку, где тоже, кстати, Рамирес где-то уклонялся, где-то убирал голову, но третий-четвертый удар был там. И обратите внимание, что высокий Рамирес, как он наклонялся, вот это мексиканская школа, как он наклонялся, он выше Димы, и все равно он наклонялся, все равно он лез к Диме. Ребята, почему я предсказывал еще годами победу и Димы над Альваресом? Ну, не умеют мексиканские боксеры, современные, подчеркиваю, бить тех, кто умеет двигаться на ногах. Не умеют. Что даже стоящие сейчас большинство боя Дима и работающие только когда надо, отскок, уход, сайдстеп, даже такой не по зубам мексиканцам. Мексиканцы привыкли лоб в лоб уперлись и драться. Современные мексиканцы, подчеркиваю, потому что были мексиканцы другие, и были они не так давно другие. К счастью моему, когда я это видел и смотрел, к счастью бокса, но, к сожалению, на данный момент, так скажем. Так что, драться Диме, я вот просто смотрю ростер бойцов, веса, ну реально не с кем, ну с любым будет то же самое, просто то же самое. То есть, реально, Бивол, который боксирует на 30-40%, он разбивает в одну калитку. Только Бетербиев, только Бетербиев может закатить реальность Димы. И, наконец-то, заставить Диму выйти из зоны комфорта, выйти из зоны комфорта. Хотя, хоть и во время боя Геннадий Морщанов говорил ему, ты там проиграл два раунда, давай, Дима. Ну, я думаю, это все как бы больше было, чтобы эмоциональную ему накачку и правильно сделать. В принципе, угол работал у Димы великолепно. Все советы, которые я слышал в углу, были в точку. Тут с этим не поспорить совершенно. Был Дима расслаблен. Единственное, что я иногда слышал, он говорил, Дима, там слишком заряжаешься, не акцентируй, просто бросай. Но я не видел акцентов никаких на протяжении всего боя. На протяжении всего боя Дима отбросал, да. На каких-то акцентов с точки зрения увеличения силы удара, да, там, или акцентов с точки зрения какого-то спрятанного удара, да, обмана. Ну, я особо не увидел такого, к сожалению, да. Поэтому, с другой стороны, Рамирес, конечно, мексиканец, плотная челюсть. Но, 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 но. Но, когда я вижу на ближней дистанции серию из более чем пяти боковых, то, черт возьми, я хочу видеть апперкот. Просто, не знаю, может быть, я слишком привередлив, и я не могу видеть бокс, состоящий только из прямых и боковых. Может быть, я слишком привередлив, и хочу, чтобы, когда, когда противник идет низко, опуская голову, просто просится съесть апперкот. Вот, ему все-таки его пробили. Может быть, я слишком привередлив, когда считаю Диму лучшим боксером, который должен отправлять на пол, а не просто играть в пятнашки. И возможности такие есть. И что еще, ну, на самом деле меня расстраивало, там люди восхищаются, которые не знают Диму. Мог Дима гораздо ярче, гораздо интереснее расправиться с этим Рамиресом. Мог про, в 12 раунде Дима встает, дерется. Дима мог просто из него такого клоуна сделать, начиная с первого раунда газовать. Просто мог его деклассировать, просто завалить этими ударами, разворачивать, бить, подхватывать, встречать. Хотя были у Димы хорошие встречи, хорошо Дима встречал справа. И вот многих ударов он, ну, как бы люди даже не видят. Люди даже не видят, что бах, Дима где-то встретил, бах, Дима где-то пробил двойку. Очень, это очень молниеносная работа. Опять же, и повторные атаки, конечно, у Димы были, но повторные атаки эти были больше после провала. Понимаете? То есть, не так, что Дима нанес успешную атаку, после нее добавил еще атаку повторную, и еще, то есть все атаки идут в цель на уничтожение. Нет, то есть была атака первая подготовительная, вот как я говорил, какая-то по перчаткам, по воздуху, обманные удары, а потом атака. Было несколько раз, что он, по-моему, три двойки подряд пробил, вот мне очень понравилось. Не хватило, честно, мне обострения, но это мне, это мне, как вам, не знаю, пишите в комментариях. Но, вот я так скажу, сейчас на Западе, конечно, после победы, вот это над Альваресом публика восхищается Димой, наконец-то, и это заслужено. И хочет видеть его бои. Но, если не будет нокаутов, если не будет нокдаунов, она очень быстро от этого устанет. Потому что это профессиональный бокс. Потому что профессиональный бокс, он требует биг-драма-шоу. Потому что биг-драма-шоу в профессиональном боксе важнее побед. И я сожалею, что это не понимают в лагере Димы. Сожалею. Но, с другой стороны, как говорится, они идут своим путем и находятся там, где они есть. Потому что они все, значит, делают правильно. Но, 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 вот этот Дмитрий Бивол, который вот сейчас был в бою, он мне почему-то напомнил Васю. Вот как мы, когда мы говорили о Васе в прошлом видео, о его бою, что под Васю подготовились. Под Васю подготовились. Ну, можно допустить, что и под такого Диму могут подготовиться. Да, Дима делает многие моменты очень хорошо, так скажем, идеально, да, многие моменты. Но это одна работа. Она недостаточно разнообразна. Но Дима способен на многое, 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 многое еще и больше. То есть, безусловно, он может сделать, сильно поменяться еще, сильно поменяться. И прежде всего, я рассчитываю, что эти перемены будут вести больше к возвращению к старому Биволу. Потому что тот Дима, который был в этом бою, хотя вы скажете, что, ну, это он так подготовился на этот бой, в другом бою, и он был бы другим. Но против Артурика Бетербиева принимать удары, принимать удары на блок. В ближней дистанции боковыми ударами вести размен. Но там будет другой Дима. Главное, чтобы этот бой случился. Смотрите бокс, любите бокс. Всем бокс.